Поисковики, участники патриотических движений, школьники и студенты из 15 районов Тверской области и города Ржева приняли участие в закрытии региональной вахты памяти 2019. Событие прошло в музее Калининского фронта в поселке Маус. Репортаж с места событий. С 1988 года вахта памяти Верхневолжья не прерывалась ни разу. Поисковые отряды каждую весну начинают сезон поиска останков защитников Отечества, павших в годы войны. В этом году были найдены около тысячи останков солдат и офицеров Советской армии. Из них поисковики смогли установить имена 55 человек, а также найти родственников 30 бойцов. Казалось бы, завершилась Великая Отечественная война. 75 лет прошло. Но война еще не завершена. Мы с вами прекрасно понимаем, что война завершена только тогда, когда погребен последний солдат. И вот эту вот работу сейчас на протяжении многих лет выполняют и наши поисковые отряды. Низкий поклон всем тем ребятам, которые до сих пор не потеряли уверенность в том, что эта работа должна быть выполнена. И она выполняется. Уже не первый год на территории области ведут раскопки члены поискового отряда «Звезда». Они не только работают на родной Конаковской земле, но и выезжают в другие районы, например, в Оржев. Этот поисковой сезон запомнится им в первую очередь итогами плодотворной работы. Кроме того, что ребята занимаются поисковой деятельностью, они еще и принимают участие в реконструкции боев во времен Великой Отечественной войны. Свидетелями одного из эпизодов стала и наша съемочная группа, а также все собравшиеся у музея Калининского фронта. Это была инсценировка одного из боев, происходившего, предположительно, в ноябре 1941 года при обороне Москвы. Закрытие вахты памяти 2019 года завершилось возложением цветов к памятнику погибшим героям той войны, а также минутой молчания.